От духовного к насущному. Казармы Берга в Твери снова под пристальным вниманием общественности и журналистов. Причина та же. Обострение коммунальных проблем, которые стали причиной возникновения опасности обрушения стены старинного здания постройки начала 20 века. 23 июня там был введен режим повышенной готовности. Однако проблемы эти тянутся не один год, а бесконечные попытки их решить для жильцов переросли в вяло текущую войну с управляющей компанией. Как наладить погоду в доме, если он занесен в список исторического наследия? Расскажем в следующем сюжете. Эти здания из красного кирпича в стиле модерн, известные больше как Казарма Берга, появились в Твери в начале 20 века. Они были построены для работников рождественской мануфактуры. В те времена это считалось комфортабельным и современным жильем. И построены они были довольно-таки добротно. Но, как говорится, ничего вечного не бывает. Сегодня эти места годятся разве что для съемок остросюжетных фильмов или фильмов ужасов. Канализационная вода и кирпич точат считать жильцы 44-й Казармы. Пока еще кладка отделяет от внешнего мира уборные общежития. Но в любой момент она может оползнем рухнуть в смердящий лужи, куда сейчас сливается содержимое стояка. По самодельному сливу. Экономизация идет по всех этажей. Там застой, вот видите, все поднимается. И человек просто взял и вывел туда. Выходов и калий два. Либо во внешний мир, либо в помещение. Проблема была всегда с этой жильцы. Но в ноябре обострилась. Недавно достигла своего апогея. Когда содержимое стояка разлилось по гулким коридорам исторического наследия. Уровень воды. У нас испортили строительные материалы. Гипсокартон полностью влажный. У нас канализация стоит. Мы этим дышим, мы этим живем. И вся эта канализация собирается на первом этаже. Вода стоит, она выходит из труб. Трубы тоже не свежие, не новые. Поэтому, соответственно, вся эта вода подымается. Кирпич, он промокает. Стена рушится. При этом всем страдают практически все собственники недвижимости. По их мнению, причина возникшего коммунального коллапса – изношенность труб и равнодушие коммунальщиков. С местной управляющей компанией отношения не сложились. Все разговоры похожи друг на друга. А почему ваша компания ничего не делает? Мы ежемесячно платим за коммунальные услуги. Ничего не ремонтируете? Ничего не ремонтируете? Ничего не делаете? Мы не ездили, да? При домой территории мы сами мусор выносим. Частично. Особенно я. Всегда с мешками хожу. До свидания, видите? Ведомство этой УК дом был передан чуть больше двух лет назад. Казарма уже попадала в объектив наших телекамер в 2020 году. Уже тогда жильцы пожаловались журналистам на отвратительное состояние уборных. Руководство УК, в свою очередь, тогда посетовало на пассивность граждан, неплательщиков и на то, что подобные дома убыточные. К общему консенсусу прийти не удалось. Воз и ныне там. Владельцы недвижимости боятся, что их казарма номер 44 повторит судьбу соседней, 45-й. В апреле прошлого года там в уборной тоже обрушилась стена. Чудом никто не пострадал. На сегодняшний день проблема устранена. Но сколько мытарств этому предшествовало. Такие казармы – объекты культурного наследия. Процедура их капитального ремонта отличается от стандартной, говорит юрист. Но не так страшен черт. И советует всем, чья недвижимость попадает по ту же категорию, немедлить при появлении первых серьезных проблем и начинать процедуру подготовки. Без инициативы граждан ничего не произойдет. Поэтому первое – необходимо от управляющей компании либо самостоятельно хотя бы обратиться в главное архитектурное наследие, запросить их условия. Дальше необходимо обратиться в фонд капитального ремонта и выяснить, они находятся в общем массе денежных средств. И капремонт у нас запланирован на какой-то срок по программе. Либо у них есть спецсчет. Возможно, придется подкопить средства. Но управляющую компанию в данном случае надеяться, не стоит ее обязанности текущий ремонт. О дополнительных источниках финансирования речь тоже не идет. Ведь эти все комнаты – частная собственность. Пока жильцы воюют с управляющей компанией, вода продолжает точить камень. В связи с такой обстановкой, постановлением городских властей в доме 44 по улице Спартака был введен режим повышенной готовности 23 июня в связи с возникшими коммунальными проблемами. Какие меры будут предприниматься, и какова дальнейшая судьба здания, наш телеканал будет следить.